Слава Богу! Шаббат шалом! Мир всем Господний! Сегодня суббота, Великая суббота, 8 Ниссана, 1778 года. А по гражданскому лету еще с линии 24 марта, 24 марта 18 года всего. Утренняя молитва в нашей Киевской архипископии. И слава Богу! Хочу начать с самого праздника, с самого главного. Прославить Господа сегодня вместе со всеми братьями и сестрами, кто подключится. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Да, друзья, сегодня суббота перед Пасхой. Остаются считанные дни до Пасхи. Остается уже, да, немного и совсем меньше недели. Следующую пятницу уже будет 14 Ниссана. И вот с пятницы на субботу будем Пасхальную ночь проводить. С 14 на 15 Ниссана. Получается в этом году с 30 на 31 марта. Аллилуйя! Спасибо, Господь! Остаются считанные минуты. Минут пять до эфира. Я хочу напомнить вам, друзья, что можете участвовать в моем служении и молитвенно, и также и финансово. И то, и другое очень важно. Молитесь о служении, о развитии служения и в Украине, и в России, и в других странах бывшего союза. В основном тружусь я здесь, по России, в Украине, и в других странах соседних, бывшего Советского Союза. И это мое главное служение, как архиепископа, всея Руси, будем так говорить, обновленца, всея Руси, как написали там. Но мне понравилось, интересно, да. Вот, и, значит, в школах библейские тружусь, в церквях провожу семинары, занятия. Кстати, вот завтра, в воскресенье, буду в одной из церквей из Иоанновских, а в среду буду проводить семинар. Такой предпасхальный, как раз вот и по истории христианства. Так что, да. Да, и здесь, если вы в Украине, или сами вы не в Украине, но у вас родственники, знакомые здесь, друзья, которые могли бы и хотели бы принять участие в финансовом моем служении, то самый простой вариант, это пополнять номер мобильного телефона. 0969626675. Это номер Киевстар. Запишите себе его, вот, поделитесь с друзьями вашими в Украине. 0969626675. Этот номер можно пополнять с территории Украины. Хотя сейчас век интернета, можно, в принципе, это даже и из-за рубежа это делать. Пополняю номер мобильный. А в России мое служение, да, поддерживать можно, пополняя мобильный, тоже номер. Самый простой способ, мобильный номер МТС. 9157804874. 9157804874. Номер МТС. И номер Киевстар. Да, все остальные варианты, как можно еще пополнять, там, Яндекс.Деньги, там, значит, там, вебмани. Значит, Сбербанк, карточка, там, это все есть, там, видео, под видео. Да, и тоже молитесь. Здесь, в Киеве, у нас, у отца Алексея машина есть. Он служит машиной, конечно, да, молодец, слава Богу. Но у машины уже, уже видавшие виды, нужен автомобиль здесь, в Украине, у нас, в служении. Так, слава Богу. Я, в общем, молюсь о мастерской своей художественной. Вот это вот планы пред Богом. Молитесь об этом тоже, друзья, хорошо. Вот. Ну, кто имеет возможность финансово участвовать в этом, то участвуйте. Сейчас, допустим, вот, закупаю красок здесь, вот, в Киеве, значит, в магазине на две, там, почти три тысячи выходят гривен. Вот так вот. Это я то, это по минимуму беру только. Вот краски и наборы кистей еще. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо за этот Великий Шаббат. Шаббат Гадоль называется. Великий Шаббат. Спасибо, Господь. Буду включаться, друзья. Кто ожидает, кто подключается. Ну, и вас благословляет тоже, друзья, кто потом в записи будет смотреть это видео. Потому что камеру включаю ее пораньше, на несколько минут. Спасибо, Господь. Благословенный Бог наш благословит этот эфир, эту молитву сегодняшнюю наше, хлебопреломление, причастие, евхаристию. Благослови, Господь. Тебе слава за все, дар Бог. Благослови сегодня, Боже. И в этом причастие, Боже. Прославься, Господь. Только Тебе слава за все, Господь. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шаббат, 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 шалом. 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 Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Мой Бог, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир Шаббат, 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 шалом О Давину Хай, О Давину Хай О Давину, О Давину, О Давину Хай Наш Отец живой, Бог Отец наш жив Иегова, Бог Авраама, Бог Небес живой Бог Небес и земли, Бог превыше всех богов Наш Отец живой, О Давину, О Давину, О Давину Хай Ам Израиль Хай, Ам Израиль Хай Народ Израиля жив, потому что наш Отец живой Наш Отец живой, О Давину Хай О Давину, О Давину, О Давину Хай Ам Израиль Хай, Ам Израиль Хай Ам Израиль, Ам Израиль Хай Ам Израиль Хай Шалом, Шалом, Йерусалим Шалом, Шалом, Шалу, Шалом, Йерусалим Мир тебе, Иерусалим Благоставляем Израиль, благоставляем столицу Израиля Город Святой Иерусалим Шалом, 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 Шалом Шалом, друзья, субботний мир Сегодня у нас Великая Суббота Называемая Великой, потому что это суббота перед Пасхой И по традиции, древней традиции, эта суббота именуется Великой Вспоминается тот самый день, когда Машеребейн, пророк Моисей Когда он от Бога передал нам следующее Передал, что каждая семья должна будет взять себе ягненочка Или козленочка годовалого И, в общем-то, приготовляться к Пасхе Каждая семья должна была ввести этого козленочка к себе в дом Привязать его и дома содержать И за ним наблюдать Агнец должен быть без порока И без всякого изъяна Агнец должен быть И действительно, это было Будем так говорить, да, у вертюры Приготовлением к последнему рывку Действительно, свобода уже брезжила На горизонте Но фараон не сдавался Фараон не сдавался И Египет ожесточался Сердце фараонова ожесточалось Население египетское ожесточалось Все больше и больше Ну, как говорится, каков поп, таков приход Действительно, сердце фараонова ожесточалось Написано там в Библии И раз, и два Фараон ожесточал свое сердце А потом написано И Бог ожесточил его сердце То есть, Бог позволил ему Вот реализоваться в этом ожесточении По полной программе Во всю Дойти до ожесточения крайнего До самого ожесточения такого Когда уже даже Ну, уже нелогичное ожесточение совершенно Уже против Всего и вся Когда уже Знаете ли, не верить Богу Авраама Исаака Якова Богу Моисея Было уже глупо даже Даже глупо Во всех отношениях Потому что В предыдущих казнях Которые обрушились на Эту страну На Египет Бог Авраама Исаака Якова Иегова Сущий Как он открылся Яхве Ютхей Вавхей Тетраграмматон Мы называем Написание имени святого Как он открылся Моисею В шестой главе исхода Сопротивляться дальше Такому Богу Было просто бессмысленно И глупо даже И позорно Потому что Всех богов Египетских Бог посрамил Истинный Бог Которого мы пишем С большой буквы Посрамил всех богов Которых мы пишем С маленькой буквы Всех этих идолов Истуканов Всех бесов Все царство тьмы Сатану Бог посрамил Подверг Властно позору Это было Увертюрой Этот позор Этот Был увертюрой Грядущего Величайшего Позора Который Произошел Две тысячи лет Назад Когда Иисус Восторжествовал Когда Иисус Христос Сын Божий Воскрес Воистину Из мертвых Когда Иисус На кресте Подверг Позору Величайшему Самому Основному Позору И поражению Все царство тьмы Сатану Дьявола Поразил Иисус И воскрес Из мертвых Так вот То что было в Египте Это было лишь Начало Да И мы вспоминаем Об этом С благодарностью Богу И Неудивительно Что и Вот тот Величайший позор Царства тьмы Победа Господня Совершилась Именно тоже В дни Пасхи Именно в дни Пасхи Дни опресночные Слава Богу Я думаю Это непростое совпадение Я убежден в этом Даже Не то что думаю Я в этом убежден Потому что Наша Пасха Новозаветная Пасха Это сам Иисус Христос Сам Мессия И вот сегодня Великая Суббота Шаббат Хагадоль Шаббат Хагадоль Этот Шаббат Эта Суббота Называется Великой Почему Потому что Мы вспоминаем Начало Последней казни Да Это еще не 14 Несана Но накануне Моисей Сказал Я вчера читал Это Вечером Записано В 12 главе Исхода И он Записал Он сказал Это было записано Чтобы Каждое семейство Все Верующие Брали Себе В дома Однолетних Аганцев Из овец Или из коз Или козленочка Можно было брать Мужского пола Однолетнего Взять Себе В дом Вот И надо было Держать Как говорится Барашка Или козленка Держать Надо было Несколько дней До 14 Несана А 14 Несана Все общество Израилев Должно было Заколоть Аганцев Аганца Так интересно Там Говорится о многих Аганцах Каждая семья Это шутка ли Это Сотни Сотни Тысяч Аганцев Вот А Когда О заклании Говорится Как бы об одном Аганце Интересно Очень Да Вот Здесь тоже Прообраз Указание На Аганца Божьего Который Иисус Христос Да Друзья И те Евреи По крови Потомки Якова Некогда Сошедшего В Египет 70 душ Всего было Нас Немногий Был народ Немногочислен Это было Маленькое Родовое Племя Будем так Говорить 70 человек Всего Да Но Ко времени Исхода Это был уже Миллионный Народ Бог Благоставил Чрезвычайно В Египте И множество Евреев Что уверовали В Бога Израилева И множество И множество Неевреев Что уверовали В Бога Израилева Множество Евреев Что поверили Моисею Как пророку Божьему И Множество Неевреев Великое Множество Согласно Еврейским Многим Преданиям Неевреев Было гораздо Больше В разы Больше Было Чем Евреев Прямых По плоти Будем так говорить Евреев В то время Действительно Уверовали В Моисея Как в пророка Божьего Доверились Ему И Те семьи Что Поверили Они были Спасены От Последней Казни Те семьи Что не поверили Богу Не поверили Моисею Еврейские Нееврейские Семьи Они были В поражении И Действительно Это не просто Еврейское Предание Иудаизма Я уже Говорил Вчера Так же Что это Действительно Это Исторический Факт Ныне Потому что Археология Полностью Подтвердила Это древнее Предание Еврейское Потому что Нашли Следы Огромного Еврейского Присутствия Целых Огромных Постелений Еврейских И после Времени Датируемых Временем Уже После Времени Великого Исхода Это Однозначно Доказывает Нам Что Исход Это Событие Веры И Здесь Пасха Это Праздник Не Просто Национальный Пасха Это Не Просто Еврейский Праздник Пасха Это Праздник Не Просто Иудаизма Даже Песох Нет Или Христианство Допустим Нет Пасх Пасха И невидимого Праздник Который Действительно Как в православной Традиции Поется В храмах Праздников Праздник И торжество Есть торжество Это Действительно Так Слава Богу Да Друзья И В эту Великую Субботу Поэтому Она Чем Велика Еще Надо Размышлять Христианин Не спасется Своим Христианством Как Иудей Не спасется Своим Иудаизмом Человек Не спасется Своей Религией И Великая Суббота Как раз Об этом Напоминает Нам Что Человек Не спасется Своей Религией Человек Не спасется Своей Национальной Принадлежностью Человек Не спасется Обрезанием Внешним Как Тогда Человек Не спасется Кашрутом Соблюдением Субботы Потому что Соблюдение Субботы Для многих Евреев Которые Не поверили Моисею Это был Наверное Камень Претновения Большой Потому что Вот собственно Повеление Взять Агнцев И везти В дома И привязывать В дома Было повелено Богом Через Моисея На десятая Ниссана Которая В год выхода Из нашего Из Египта Выпадал На субботу И конечно Для многих Евреев Потомков Якова Которые искали Повода Будем так говорить Оправдания Неверия Неверия Своего Моисею И Богу Израиля Знаете ли Это было Хорошее Оправдание Потому что Да Вот Нарушитель Субботы Это не Пророк Божий Знаете ли Спустя Многие Поколения Те же Самые Обвинения К Машиаху Предъявили Очень многие К сожалению Иудеи Очень многие Евреи Нашли повод Соблазниться Оправдать Своё неверие Машиаху Именно Якобы В нарушении Субботы Хотя Иешуа Не нарушал Субботу Он нарушал Лишь Будем так Их представления Человеческие Представления Субботе Но Божью Субботу Шаббат Божий Он не нарушал Чему Он и сказал Действительно Что он Есть господин Субботы Слава Богу Да Друзья Поэтому Размышляем Эти дни Последние Особенно Сегодняшний День Великий Великую Субботу Размышляем О Пасхе И размышляем Мы действительно О вере своей На что мы упываем На что мы надеемся Если мы Надеемся На Бога Живаго Если мы Надеемся Действительно На Святаго Великого Бога Нашего То блажены Мы Я хочу Прочесть В этот День Великий Великую Субботу Из Псалмов Восхождение Продолжить Чтение Которое На тех На прежних Утренних Молитвах Начинал И хочу Прочесть 124 Песня Восхождения Псалом 124 Господи Благослови Надеющиеся На Господа Как гора Сион Не подвигнется Пребывает Вовек Аминь Спасибо Господь Горы Окрест Иерусалима А Господь Окрест Народа Своего Отныне И вовек Ибо Не оставит Господь Жезла Нечестивых Над жереби Праведных Дабы Праведные Не простерли Рук Своих Беззаконию Благотвори Господи Добрым И правым В сердцах Своих А Собращающихся На кривые Пути Свои Да Оставит Господь Ходить С делающими Беззакония Мир На Израиле Аллилуйя Надеющиеся На Господа И здесь Сравнение Такое Как раз Как Иерусалим Вот Горы Окрест Иерусалима Вокруг И вот Господь Он Горами такими Вокруг Верующих Вокруг Надеющихся На Него И события Как раз И Великой Субботы Этому Свидетельствуют И самого Исхода Великого Этому Свидетельствуют Этому Подтверждают Спасибо Господи За все Спасибо Тебе Наш Бог И Царь Спасибо Тебе Господь За Великую Субботу Когда мы Размышляем Боже О вере Когда мы Размышляем Действительно О тех Событиях Давних Событиях Но одновременно И событиях Сегодняшнего дня Боже Потому что Исход Это не только Вчера Это и сегодня Спасибо Тебе Господь За все Боже Наш Благословен Ты Царь Вселенной Благословен Господь Бог Наш Отныне И вовек Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Благословен Бог Наш Царю Небесный Утешителю Дух Истины Ты Который Везде Присутствуешь И все собой наполняешь Сокровищница благ И жизни Подателю Ты пришел И вселился В нас И ты очистил Нас От всякой скверной И спас Ты благой Души Наши Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Слава Тебе И честь Боже Всемогущий Благослови Господь Сегодня Боже Всемогущий В тот день Когда Миллионы Миллионы Иудеев И христиан Разной конфессии Вспоминают Ту Великую Субботу Когда Ты повелел Отец Иегова Ты повелел Моше Для Моисея Что тот Передал И он Передал Как верно Рапу Действительно Как верный Пророк Он Передал Всему Обществу Израиля И всему Египту По сути Прозвучала Эта благая Весть Тогдашняя Чтобы Брали Агнцев И чтобы Их Привязывали У себя В домах Приготовляли Их Боже Приготовление Этих Агнцев Господь Всемогущий Мы Веруем Я верую В Агнца Божьего Твоего Закланного Две тысячи лет назад И кровь Иисуса Христа Агнца Твоего Она на косяках Моего разума На косяках Моего сердца На косяках Моей души Тела Дух Душа и тело Да будут сохранены В пришествии Господа нашего Иисуса Христа Она на косяках Наших домов Наших родных И ближних Да потому что Действительно Наши дома Боже Кровью Иисуса Христа Защищены Как в псалме Там сказано Горами ты Окрест Боящихся тебя И надеющихся на тебя Господь Всемогущий Мы знаем Что не просто горы Физические А горы Небесные Вокруг нас Защиты Господь И кровь Иисуса Христа Агнца Твоего Боже Всемогущий Благоставение Боже Твое Через Иисуса Христа Оно Пришло в нашу жизнь Пришло в мою судьбу Спасибо тебе Господь Боже Благодатью мы спасены И это не от нас Чтобы никто не хвалился Это Божий Твой святой дар Благодатью я спасен Это Твой дар Святой Через Христа Иисуса Боже Чтобы я не гордился Ты Уравнял Всех нас И Ты Примирил Собой Весь мир Не вменяя людям Преступления Их И дал нам Во Христе Действительно Эту жизнь И дал нам Во Христе Служение Примирения Евангелия Нести Всей Вселенной Всему измученному Человечеству Господь И всякой твари Слава Тебе Господь Бог Всемогущий Благословенный Во веки веков Благодарю Тебя Господь За Голгофу И за кровь Боже И сегодня Хочу воспеть Агнцу Божьему За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святый За все Я благодарю За все Я благодарю Благодарю За Голгофу За кровь Мы Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За победу Твою Благодарю 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 Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, За все мы благодарим, За все мы благодарим, За Голгофу, за кровь, Мы Тебя благодарим, За Воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, Твое от Твоих, Тебе приносящий, а всех изо вся, Боже всемогущий, Благодарим Тебя, Господь, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, И сотвори, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего, аминь, А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего, аминь, Приложив это Духом Твоим Святым, аминь, 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 Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, Аллилуйя, 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 аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Господь, Бог Святой! Благодарю Тебя, Господь, Спаситель мой, Агнец Божий, Иисус Христос, ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Тебе, Агнец Закланный, Слава Тебе, Агнец Закланный Вечности, Слава Тебе за кровь святую Твою, Ты искупил мир от греха. Спасибо, Господь! Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя за все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Спасибо, Господь, за все. Боже всемогущий, благословен Ты Царь наш, благословен Господь, Бог наш, от века и до века. Аминь. Боже, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословяю Вас, братья и сестры, братики, сестрички, дочечки и сыночки нашего небесного папочки, нашего любящего Бога и Егова, имя Его. Ют Хей Вав Хей, Боже, слава Тебе В те времена Моисея Ты открылся этим именем Святым Своим, Боже Но две тысячи лет назад Ты это сделал еще большим Общепланетарного масштаба, Боже, деянием Своим Слава Тебе, Господь, Боже Всебогущий Благодарю Тебя, Боже Святой Благодарю Тебя, Господь, за эту благодать Через Иисуса Христа, пришедшую, Боже, на весь этот мир Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Ненародного Дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную Спасибо, Господь, за жизнь вечную, бесконечную Благоставляю Вас священническим благословением Благоставляю свой дом сейчас Благоставляю жену свою, драгоценную Инну Сергеевну Если подключились, они тоже Семья моя, или же в записи уже буду смотреть Благоставляю во имя Иисуса Христа У нас сейчас разные часовые пояса, получается, по времени чуть не совпадает Но благоставляю сейчас всех вас Дорогие друзья, кто онлайн Благоставляю, кто потом в записи будет смотреть это видео Во имя Господа Иисуса Христа Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Амин Благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя Благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя Благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя Великая суббота, Великая суббота, Великие люди, Великая суббота Великие люди, Славит Великого Бога Аллинуя, Аллинуя, Аллинуя Слава Тебе Господь Благоставит Тебя Господь и всех вам Размышляйте сегодня, молитесь, славьте Господа Ибо благ, ибо вовек милость Его Аллинуя И сегодня на исходе В завершении этого Шаббата Великого В 6 часов вечера Продолжим предпасхальные такие беседы наши В завершении Великого Шаббата этого Слава Богу Сегодня здесь в Киеве Много разных собраний Мессианских синагог Мессианских общин Адвентисты 7 дня тоже из христиан Тоже собираются по субботам Слава Богу за них Многие другие церкви собираются Но самое главное Суббота это в первую очередь Даже не просто церковные общины Это семейный праздник В первую очередь Поэтому будьте с вашими домашними Благоставляйте их во имя Иисуса Христа Преломите вместе хлеб Причащайтесь Совершайте Божественную Евхаристию В своих семьях В домах своих Славьте Господа Каждый день Ибо Он благ Ибо вовек милость Его Аминь Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат 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 шаббат